Всем привет! Телеканал Девятка ТВ совместно с компанией Уралхим представляет проект Артликбез. И сегодня я познакомлю вас с картиной «Опять двойка» известного советского художника Фёдора Павловича Решетникова. Об этом и многом другом в нашем проекте Артликбез. Поехали! Фёдор Павлович Решетников был выдающимся советским художником 20 века, чьё творчество отражает эпоху социалистического реализма. Он стал известен как великолепный мастер сатиры и экспрессивных шаржей, а также как портретист и жанрист. А его отец был иконописцем, что, возможно, стало первым интересом мальчика к изобразительному искусству. Написанную Решетниковым в 1952 году картину «Опять двойка» наверняка знают все. Однако не всем известно, что живописец не был слишком оригинален в выборе сюжета, и история нерадивого ученика активно эксплуатировалась художниками в 19-м столетии. На картине «Провалился», написанный художником Дмитрием Жуковым в 1885 году, не только фигурируют похожие участники, но и использовано практически такое же композиционное решение. Есть тут и собака, и вопрошающая фигура на заднем плане. А вот, к примеру, севернокорейский вариант картины «Опять двойка», ну а это еврейский аналог данного полотна. Оказывается, картина Решетникова «Опять двойка» входит в трилогию его произведений. Первым произведением этого триптиха является картина «Прибыл на каникулы». Автор написал его в 1948 году. На картине изображен юный суворовец, приехавший к родным погостить. Мальчик очень рад отдать деду честь как главнокомандующему, показывая тем самым, что он доволен своим положением. Следующую картину художник решил написать в школе, сделав главным героем отличника. Для этого он попросил учителя разрешения сесть ему в нужном месте и написать с натуры. Учитель вызвал ученика и попросил его ответить на простой вопрос изучаемой темы. Однако мальчик не смог собраться с мыслями, ему стало за это стыдно, и он опустил голову. Дело в том, что он принял художника за проверяющего. А это, кстати, как раз тот самый эскиз картины про отличника. Однажды с плохой отметкой из школы пришла домой дочь художника Люба. Решетников, отчитав готовую разрыдаться девочку, подумал, что действие картины нужно перенести из школы в семью. И именно таким образом на свет появилась картина «Опять двойка». Главную роль он отвел своему соседу, юному вратарю. Вот только подробностей о названии картины он ему раскрывать не стал. Сложность во время написания картины заключалась в собаке, которая отказалась стоять вертикально. Пришлось прибегнуть к хитрости, дать собаке колбасы, чтобы она хотя бы на несколько минут оставалась в нужной позе. Последней картиной трилогии является переэкзаменовка, написанная в 1954 году. Действие переносится из города в деревню. Мальчик сидит за столом и готовится к новой сдаче экзаменов. Видно, как он несчастлив, ведь ему приходится учить уроки, когда друзья гуляют и веселятся. В основе композиции картины «Опять двойка» – треугольник, вершина которого упирается в висящую на стене репродукцию картины «Прибыл на каникулы». Подразумевается, что бравый мальчик-курсант с той картины должен служить примером нерадивому ученику. А репродукцию картины «Опять двойка» художник позже изобразил на полотне «Переэкзаменовка», намекая на причину, по которой герою приходится проводить за учебниками летние каникулы. На этом все. Давайте вспомним, что мы узнали из этого выпуска. Кем был отец Федора Павловича Решетникова? Как выглядят аналоги картины «Опять двойка» в других странах? Как назывались две другие картины, которые вместе с двойкой входили в трипких Решетникова? Какая картина должна была быть написана вместо работы «Опять двойка»? Как дочь художника повлияла на написание данного шедевра? И что лежит в основе композиции и картины «Опять двойка»? Это была программа «Артликбез» по-простому о великом. Проект выходит при поддержке Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим». Еще увидимся! Продолжение следует...